Июль Уроженец Новосибирска летом поддерживает форму на асфальте, чтобы новый сезон начать на паркете. Вместе с Юго-Западом на Кубок и Чемпионат страны тоже поедут профи. В силу возраста еще не столь именитые. Игроки баскетбольного клуба Новосибирск бывший и нынешний. Виктор Пятницкий и Артем Степанцов. Лично в Новосибирске более контактный, здесь более силовая манера, нежели чем в баскетболе. Здесь у нас не все свистится, более жестко все. Это именно мужской баскетбол. Капитан Юго-Запада Григорий Кулагин в стритболе уже больше 10 лет. В середине нулевых он стал одним из первых, кто этот формат баскетбола начал развивать в нашем городе. Сейчас асфальтированные площадки с баскетбольными кольцами практически никогда не пустуют. Обилие турниров и интерес молодежи к уличному спорту огромен. Григорию 36 лет, но он продолжает тренироваться и бороться на равных с теми, кто в два раза младше него. В Казани Москва отправляется с хорошим настроем, но и с опасением. Конкуренция на турнирах ожидается высокая. В Казань 15 июля туда поедут все западные части команды с Москвы. Несколько команд будет с Питера, несколько команд будет. И насколько мне известно, сборная России по баскетболу 3х3 тоже туда собирается. Поэтому асфальт там будет плавиться серьезно. На протяжении 10 лет существования Юго-Запад практически ежегодно участвует во всероссийских соревнованиях. До прошлого сезона высшим достижением оставался четвертьфинал. Но в 2016-м наша команда стала второй на чемпионате России. Он проходил во Владивостоке. По большому счету костяк сохранился, да, то есть и сторожил. То есть добавили в опыт, немножко потеряли в молодости и скорости. Но опыт, как показывает практика, зачастую не менее ценнее, чем молодость и скорость. Поэтому сложно будет, но будем делать все возможное, чтобы повторить. Опыт это плюс. Потому что как мы смотрели на команды, которые там представлены, в принципе все знакомые личности. Многие, кому около 40 уже. В конце недели Юго-Запад отправится в Казань. Ближайшие выходные их, а также кочаневских баскетболистов ждет Кубок страны. А в заключительные выходные июля наш клуб попытается вновь забраться в призы на чемпионате России в Москве. Константин Бухтатов, Олег Сурков. Новости ОТС. Константин Бухтатов, ОТС.